Фермер Мои коллеги-фермеры Там есть ответы практически на все вопросы Начинать я рекомендую с птицеводства С птицей каждый, даже пенсионер, я не знаю, преклонного возраста Человек, 70-80 лет ему будет И школьник, и дошкольник всегда сможет справиться Всегда сможет накормить, всегда сможет ухаживать за птичкой Поэтому начинайте все-таки с птицеводства С чего все начинается? Начинается все с яйца Вечный вопрос, что было первым, яйцо или курица? Я думаю, что все-таки яйцо Вы можете начать с самого-самого начала Вот видите, в моих руках яйцо Это не простое яйцо, а инкубационное В данном случае, видите, оно маркировано Что говорит о том, что это яйцо действительно инкубационное И мы его приобрели для дальнейшей инкубации Куда вы должны поместить это яйцо? Вы должны поместить его в инкубатор Инкубаторов сейчас предлагается великое множество И отечественные, и импортные Можно приобрести вот такой вот небольшой инкубатор на 150 яиц А можно вот такой инкубатор большой У нас 10 инкубаторов производства Пятигорск Они вмещают в себя до 770 куриных яиц единовременно То есть начинать нужно, разумеется, с малого Приобрели вы инкубатор Заложили в него инкубационное оплодотворенное яйцо Не из каждого яйца получается птенец Можно поэкспериментировать Заложить яйцо кур, индюков, водоплавающие птицы, уток, гусей И уже потом вы определитесь, что для вас ближе, что для вас интереснее Обязательные условия для инкубаторов Заданная температура, заданная влажность Влажность, она очень влияет на вывод И на количество выводимой птицы Есть очень много информации в интернете Есть брошюрки по птицеводству С некоторыми инкубаторами идет подробная инструкция Как закладывать яйцо, сколько дней оно должно там находиться При какой температуре То есть информацию вы в любом случае получите После того, как из яйца у вас появились птенцы Вы должны их пересадить в брудер Что такое брудер, мы вам сейчас покажем Это небольшая клеточка с подогревом Чаще всего для этого используют обыкновенные лампы накаливания Но в принципе, если у вас еще нет брудера Вы можете взять обыкновенную коробку Повесить сверху лампу Так, чтобы она обогревала внутреннее пространство И под эту лампу положить птенцов Куры, индюки, утки Значения не имеет Ну и разумеется, их нужно будет кормить Из яиц у вас выведутся птенцы Вот в руках у меня индюшата Которые вывелись в нашем хозяйстве Им уже идет третья неделя Очень быстро растут Для того, чтобы они у вас хорошо росли Вам нужно приобрести специальный стартовый корм Это так называемый цыплячий корм Большое количество этого комбикорма Производится у нас в Богдановиче В Свердловской области Ну и в других местах его тоже производят А потом вы можете кормить птицу Также комбикормами Есть специальные комбикорма для индюшек Для уток, для гусей Вот, они рассчитаны на различный возраст Но мы кормим чистыми, злаковыми Потому что мясо получается вкуснее И еще мы кормим нашу птичку мешанками То есть это более хлопотное кормление Скажем так Мы покупаем списанный хлеб Замачиваем его в молоке И птица тоже очень хорошо себя чувствует Нужно ли применять антибиотики? Ну я просто категорически противник Любых антибиотиков в выращивании птицы Сейчас существуют даже понятия Кормовые антибиотики То есть это Но это все равно, что ежедневная лоботомия Когда Флеминг изобрел антибиотики Он, конечно, сделал величайшее открытие Кстати, оно случайно Как и все гениальное Случайно он изобрел антибиотики Но ему в голову не приходило Что вот это лекарство Будут использовать каждый день в птицеводстве Зачем это делается? Люди не хотят подвергать себя экономическим рискам То есть постоянно, каждый день кормят Они бедных птичек антибиотиками И от этого у любого живого организма Полностью атрофируется иммунитет И вот такое мясо, пропитанное антибиотиками Оно невкусное, это мягко сказано Оно просто вредит нашему здоровью Вот, один раз я пошутил Всем очень понравилось То, что в магазинах сейчас продаются у нас целебные куры Их впору прикладывать к гнойным ранам В них столько антибиотиков, что они обязательно помогут Мы выращиваем свою птицу И вообще всех животных в нашем фермерском хозяйстве Основываясь на таких принципах, как Частота в клетках Большая санитарная зона Что это значит? Это значит, что нельзя допускать всех желающих Как в зоопарк птицы Потому что, не желая того, на подошвах люди могут занести любую заразу И третье, мы используем пробиотики Пробиотик это полная противоположность антибиотику Это природные вещества Допустим, сенная палочка К счастью, сейчас многие ветеринарные препараты Основаны именно на пробиотиках И вот пробиотики вы можете совершенно безболезненно давать птичкам От этого они просто укрепят свой иммунитет А антибиотики, это все-таки Относительно птицеводства и животноводства Это все-таки зло Я могу долго об этом говорить Но, поверьте мне на слово Мясо, пропитанное антибиотиками Принесет вам вред Вы можете потерять свой иммунитет И когда придут серьезные болезни Вам уже даже квалифицированная медицинская помощь И те же антибиотики не помогут Хотелось бы напомнить то, что все инкубаторы работают с помощью электричества Если на вашем дачном участке В вашей квартире часто выключается электроэнергия Вы можете потерять всех своих будущих птенцов Даже кратковременное понижение температуры способно убить жизнь в яйце Почему у нас часто выключают электричество Могу повторить профессору Преображенскому Поэтому в Советском Союзе электричество выключали гораздо реже Ну, знаете, вот не удержусь, просто приведу один пример К нашему поселку идут столбы Столбы, поставленные еще в советские времена Конечно, они поизносились, но ставили их на совесть Потом государство выделило деньги для того, чтобы установить новые столбы И их почему-то стали ставить зимой То есть мерзну землю, пробурили, воткнули туда столбики Без соблюдения нужных отсыпки Без мокрых процессов с цементом То есть нарушая всю технологию Ну и, разумеется, весной, когда все оттаило, они просто попадали Почему с помощью гастарбайтеров И вот в такие непонятные, сжатые сроки было решено менять столбы Я думаю, каждый уже догадывается Вы извините меня, что я с инкубаторов перепрыгнул на тему коррупции Просто для меня это очень больная тема Я считаю, что все коррупционеры – предатели Родины А предателей Родины нужно беспощадно уничтожать Во всяком случае, меня так учили И чтобы обезопасить себя от внезапного выключения электричества И чтобы инкубатор продолжал работать Следует при покупке инкубатора Рассматривать варианты резервного питания То есть сейчас есть инкубаторы, которые Какое-то время могут работать от автомобильного аккумулятора Вот все генераторы – бензиновые, дизельные Которые нам кажутся большими То есть на 6, на 7 киловатт Ну, примерно вот такого размера Которые могут влезть в багажник вашего автомобиля На самом деле они хорошо справляются со своей задачей Но не более двух часов Вы почитайте инструкцию То есть они не могут работать круглосуточно А круглосуточно могут работать дизельные электростанции Но ценник на эти электростанции Начинается от 180 тысяч китайского производства Может ли себе позволить это начинающий птицевод? Я думаю, нет Поэтому если вот такая сложность с электричеством существует Вы приобретайте не инкубаторы и инкубационное яйцо Приобретайте молодняк птицы То есть суточных утят, суточных цыплят Также их помещайте в брудер А потом, когда они окрепнут В зависимости от погоды Можно их выпускать на улицу Для содержания птицы Можно использовать деревянный сарай И обязательно должна быть глубокая подстилка То есть выполняется она из опила Может, из соломы И вот с помощью этой подстилки Определенный микроклимат создается в этом сарайчике Главное, чтобы не было сквозняков И через некоторое время вы получите Настоящее, вкусное, экологически чистое мясо То есть мясо птицы, которое вы вырастили сами Без химии, это просто замечательная вещь Поэтому, что могу сказать Дерзайте, не бойтесь Все у вас получится Вы всегда сможете обратиться к человеку Который уже занимается птицеводством Фермеры, люди отзывчивые И они обязательно вам помогут советом Желаю всем успехов! Редактор субтитров А.Семкин